Всем привет, друзья, с вами Маркович, мы продолжаем играть в Хаммерхельм. В прошлый раз на нашу деревню наслал проклятие тыквенных голов некий злобный лич. Также он с вами забрал у нас дневной свет, сказал, что мы больше вообще его никогда не увидим, и вообще пойду-ка я подкачаюсь и вернусь, чтобы разрушить вашу деревеньку. Мы, конечно, с вами не растерялись, пошли, скажем так, по его следам, нашли его особняк, прошли и разобрались со самим личом, и таким образом восстановили баланс, скажем так, во вселенной, да, ну и, как видите, проклятие с нашей деревни тоже снято. Ну а сегодня нас, видимо, с вами ожидает дальнейшее приключение, мне даже очень интересно посмотреть вообще, что там такое впереди, потому что довольно, знаете, все пока очень здесь интересно происходит. Ну и сейчас, как видите, у нас квестик висит, нам нужно поговорить опять с нашей, собственно, соплеменницей, назовем ее так, да, где она там бегает, только, по-моему, на дерево собирает, если не ошибаюсь. Давайте посмотрим здесь, путь себе сократим. Я уже, слушай, когда она машет топором, да, привет, привет, мы к тебе пришли поговорить, поговорить, судя по всему, о какой-то активности близ нашей деревушки. Ну давайте спросим ее, что же такое происходит. Говорит, я слышала шум неподалеку, как будто что-то где-то кто-то строит. Ага. Так, ну что ж, и, видимо, здесь мы с вами все-таки будем не одни строить свое поселение. Есть у меня такие догадки, знаете ли. Ну что ж, давайте отправимся сейчас в лес и разберемся, кто же где там что-то строит. Возможно, та вот самая построечка, которую мы с вами видели до этого. Вот видите, она уже даже виднеется, в принципе, совсем буквально близко от нашего города, получается, от нашей деревушки. Ну что ж, давайте разбираться, что, почему и где здесь строится. Так, я уже вижу... Ага. Это же те самые мерзкие гоблины, слушайте, с которыми мы с вами разбирались обычно. Шейди его зовут. Ну здорово, Шейди. Что мы с тобой делать? Поговорить с ним можно, давайте поговорим. Говорит, я Шейди, не такой, как другие гоблины, я всего лишь хочу построить здесь магазин. Окей, ну хорошо. Ты помогать. Надо 9 дерева, чтобы сделать стены. Ну, знаешь, Шейди, хорошо, такое, в принципе, соседство, я думаю, нам с вами пригодится. Возможно, он будет продавать что-то интересное, давайте поможем ему. А Шейди, а почему ты сам не можешь? У меня есть такой замечательный топор здесь, как бы, и вот и дерево вроде бы есть, нет? Ну, ой, окей. Ладно, мне, в принципе, это не сложно, я думаю, что мы с вами сможем срубить, да, это дерево, поэтому мы сейчас этим и займемся с вами. Поможем гоблину, который вроде как мирно настроен пока что, да, и, собственно, это значит, что мы с вами, возможно, даже с ним как-то сможем поторговать. Давайте, возможно, какой-то обмен ресурсами устроим, это довольно все интересно, надо, конечно же, посмотреть и помочь. Блин, так мало дерева собираю, на самом деле, с древесины, ой, точнее, с древесины мало, с дерева получается, как мне кажется. Сколько у нас с вами сейчас есть? А, 8 штук, 8 единиц, нам с вами еще одну буквально, думаю, срубить. Давайте тут маленькое срубим. И думаю, что все будет уже у нас, скажем так, на кармашке, мы сможем отнести это дело. Так, все, собрали, ну, я думаю, этого хватит, в принципе, да, сколько у нас там есть? 10 уже есть, отлично. Все, давайте шейди отнесем тогда, пускай строят здесь свой маленький магазинчик. Главное, чтобы потом этот магазин не оказался, знаете, какой-то базой гоблинов внезапно. Так, квест. Спасибо. Так, еще, говорит, 6 нужно, чтобы закончить. Ага, ну, давайте посмотрим. Ну, знаете, очень похоже на какой-нибудь наш домик, например, в поселении нашем. Ну, а здесь, видимо, такой будет одинокий магазинчик. Еще 6 дерева, да, запросто, дружище, давай мы тебе поможем. У нас есть супер меч, который рубит вообще все и вся. И камни собирает, и руду собирает, и деревья собирает. Такой, знаете, универсальный инструмент. Прямо замечательно. Так, ну, вроде как насобирал. Да, 8 штук уже даже есть. Все, давайте отнесем шеди, которую древесину он запросил у нас. И, надеюсь, мы сможем с ним, может быть, даже поторговать сразу. Хотя бы посмотреть, что он нам предложит. Так, шеди, держи. О, отлично. Ура! Магазин, говорит, готов. Теперь могу покупать от тебя какой-то став некий. Вещички, да? А что без двери? Шеди, ты себе дверь не хочешь поставить, например? Или тебе и так... О, господи, это просто какая-то коробка. Это даже не дом, это просто коробка, реально. Господи, боже мой, шеди, шеди. Ну, ладно. Видимо, гоблины в таких живут. Шеди с шоп. Магазин, собственно, шеди. Даже еще одна табличка валяется. Так, я пока вижу у тебя здесь только немножко монет и какой-то меч. И все. А, нет, еще, смотрите, здесь кровать есть и немножко еды, видимо, да? Хорошо, шеди. Ну, живет, знаете, так, скажем, небогато, но ему, видимо, хватает. Давайте поговорим с ним. Так, продавать могу что-то, да? А, я могу вообще все продавать. Ой-ой-ой, что-то случилось. Новая руда исследована какая-то. Найдена, точнее. Майнер нашел железную руду и уголь. Опачки. Ну, я должен зачистить, короче говоря, видимо, какая-то новая шахта. И нам нужно будет ее зачистить. Там будем добывать уже железную руду и уголь. Балдеж. Так, а что ты можешь покупить у нас? А почему стоимость не написана? Я бы хотел узнать стоимость предметов. Например, я... А, я, наверное, так могу узнать их, да? Как мы тебе продать-то их? Подожди, ты не покупаешь ничего. А что тебе можно продавать? А, вот, топор, например, могу продать ему за 30 голды. Хорошо, а вот эти вот штуки... То есть ресурсы тебя не интересуют. Тебя интересуют только скрафченные, видимо, уже вещи какие-то, да? Поушены. Не, поушены тоже не хочешь. Ну, оружие за 30 голды могу продать тебе топор. Свой старый, которым я уже не пользуюсь. Давайте продадим. Так, хорошо. Трофеи продавать тебе не буду. Я их потом себе куда-нибудь повешу на твои трофеи. Но, понято, слитки тебе тоже, видимо, не нужны, да? Да. Ему только, видимо, и шмотки, наверное. Да, и шмотки тоже можно продавать. 25 голды. Понял? Понял. Но пока мы этим заниматься не будем. Потом, возможно, продадим, когда уже скрафтим себе что-нибудь новенькое. Ну что ж, пойдемте тогда в шахту. Попробуем зачистить ее и... Посмотреть, Как-то можно будет и чего добывать. Ну, железная руда, я думаю, значит, Собственно, следующий грейд доспехов и оружия, скорее всего, сможем делать. Сколько у нас с вами кожи вообще есть? Нас с вами кожи вообще мало, на самом деле. Ее подфармить. Точнее, у нас ее вообще нет, получается, да? Ее подфармить, чтобы сделать нам хотя бы щит тоже медный. Может быть, даже уже медный делать не будем. Может быть, сделаем себе железный. Но, дорога, собственно, ведет нас опять в эту шахту. Собственно, в нашу, которая около нашего города. Ну, давайте, видимо, расчистим ее, посмотрим. А-а-а, смотрите-ка, тут можно зайти уже на исследованный уровень, А можно исследовать опасный уровень. Но мы, конечно, с вами отправляемся на следующий уровень. Потому что... Ну, собственно, да, здесь монстры, нам нужно ее зачистить. Потому что здесь, может, другая руда будет. Но по-прежнему здесь те же самые грибы, Только что-то я не вижу здесь руды, кстати говоря, вообще нифига. Ну, ладно. Так, ну-ка, давай подходи, попробуем тебя на зубок. Опа! Тихо-тихо-тихо, не пуляйся, не пуляйся в нас, ты херню своей. Хе-хе, токсичный. Господи, какой он токсичный, смотрите на него, ужас. Просто сплошной токсик. По таким быть. Вот так вот на пол-хп-шечке сразу тебя. Так. Ну-ка, давай добиваем отличный минус грибы. Здесь у нас, с вами, кстати говоря, даже не лава, а вода какая-то. Похожа на какой-то источник маны, знаете, что ли. Так, ну ладно, мы с вами движемся тем временем дальше. И смотрим, что нас там с вами ожидает. О, руда все-таки есть, отлично. Сейчас пособираем, видимо, железо уже, я так понимаю, руда здесь будет, да? И по-прежнему два врага, кстати говоря. Ну, давайте. Хорошо так. Разберемся. Не-не-не, тихо, меня не трогай, меня не трогай. Главное, что здесь без этих, знаете, без волшебников, которые пуляют всякими токсиками. Ну, точнее, колдунами, как это назвать. Токсичные грибы, короче говоря. Просто назову их так, токсичные грибы. Тихо-тихо-тихо-тихо, не-не-не, не трогай меня, не трогай. Как же он долго, блин, замахивается после своего суперудара, это просто жесть. Так. А? Нам, смотрите, еще костик появился, смотрите-ка. Поговорить еще с одним поселенцем по поводу вина. Мы что, будем с вами вино производить какое-то? Некое. Это довольно забавно, но для начала я думаю, что нам с вами нужно все-таки зачистить эти шахты. И пособирать здесь руду, которая есть. Ну, мы уже с вами 11 собрали, да, единиц. Железная руда, только непонятно, пока где здесь уголь должен быть, по идее, какой-то. По крайней мере, написано, что вроде как уголь тоже. Надо собирать, ну, фиолетовый какой-то, слушайте, ты совсем мощный или что? Ну, такой, да, довольно сильный товарищ, знаете. Давайте с ним разберемся. Так, тихо-тихо-тихо, спокойно, ребят, спокойно, по одному, пожалуйста. Так, минус один. И второй, давай, подходи, сейчас тебя тоже... Опа, так, хорошенечко проткну. Так, тихо-тихо-тихо, зараза, достал все равно меня. Но, можно щитом прикрываться, на самом деле. Все, майны, майны, господи, шахты расчищены, и мы забираем... Ого, что это такое? Машрумен парт, часть какого-то, видимо, гриба от этого. Жесть. Так, куча-куча грибов, из которых сможем накрафтить. И вот эти вот самые коренья. Так, хорошо, спасибо. Там еще куда-то шахта проходит вглубь, давайте посмотрим, что там тоже творится. Но, для начала, соберем здесь руду, которая на этом уровне есть. Так, отлично, тут еще один с руды. У нас хоть место-то осталось с вами еще или нет? А, ну да, место пока еще есть. Но, я думаю, мы с вами сгрузим потом на склад что-нибудь, да? Какую-то часть. Но здесь, видимо, больше ничего... Тихо, спокойно, больше ничего и нету. Выходим из подземелья нашего и двигаемся к нашему городу ближе. Сейчас мы будем разговаривать с нашими товарищами. Так, давайте-ка подкинемся, я думаю, да? И сразу на панельку выставим новое зелье. И у нас куча грибов, которые тоже нужно будет перекрафтить. В эти самые зелья. Давайте-ка, знаете, что мы с вами сделаем? Я сейчас дерево переложу сюда. Так, у нас сотни грибов есть, еще пять на складе, кстати говоря. А вот интересно, я со склада могу их использовать? Я думаю, что нет, наверное. Так, руды немножко есть, железные руды есть. Смотрите, сколько руд всяких разных еще будет у нас с вами, да? Не дурно. Так, грибы я эти, кстати говоря, не могу на склад переложить, которые мы с вами части нашли. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. У нас с вами здесь пять кожи есть, кстати говоря. Так, это камень, у нас дерево. Грибасики я даже, наверное, заберу. Вот так вот. Так, о, вот эту штуку пока сюда выложу на склад, чтобы она не торчала. Руду, наверное, перекрафтю сразу в слитки. Окей. Так, ну пойдемте, сделаем что-нибудь. Так, и надо будет поговорить потом с поселенцами так же. Привет, Брайан, дай-ка мы покрафтим кое-что. Мне нужно зелье, во-первых, сварганить. Давай прям много-много-много сделаем. Ну вот 11 штук, я думаю, хватит нам с вами, в принципе, пока что. Так, давай вот так вот сюда. Вот и местечко, в общем-то, освободилось еще. И сразу слитков давай. Тоже железных наделаем. 11 штук у нас с вами есть. Что из этого мы с вами сможем сделать? Я боюсь, что там с вами ни на что не хватит. У нас с вами, во-первых, кожи нет вообще нифига нет кожи. Ну да, нам кожа нужна для крафта всего и вся практически. Так, а еще можно стаминку. Ну стаминка, в принципе, пока что быстро устанавливается. Но я думаю, что я скрафчу 55. Так, а здесь интересно, сколько устанавливать, не знаю. Скрафчу, короче, пару штук пока. Давай, пускай это уже будет. В загашнике валяться у нас там с вами. Так, тут дерево, дерево, дерево надо. Ну понятно, пока, видимо, особо ничего скрафтить не сможем с вами, жаль. Хорошо, в любом случае, мы с вами покрафтили. У нас с вами есть 2000 золота, кстати говоря, на кармашке, это хорошо. И нам нужно сейчас поговорить по поводу вина с тобой, да? Вроде как, давайте поговорим. Квест. Я люблю, говорит, пиво, как и любой другой дворф, но также скучаю по вину. Ага. Может, говорит, ты найдешь немножко винограда и сделаешь вина? Да я бы, конечно, с радостью, давайте посмотрим. Ну и, судя по маркеру, нам с вами нужно бежать в ту сторону. Там где-то есть, видимо, виноградник какой-то, либо, может быть, просто в каком-то ящике вино. Может быть, у кого-то заберем этот виноград, сейчас его с вами узнаем. Ага, то есть виноград здесь просто растет, смотрите, в таких вот небольших кустиках, видимо. Ну что ж, хорошо, пособираем тогда давайте. Я вот так понимаю, что они появляются только по квестам. И знаете, вот чего не хватает? Не хватает каких-то просто мобов, которые бы здесь, знаете, везде спаунились, выходили, что ли, чтобы можно было их как-то подфармливать, что ли, не знаю, ну, кожу с них. А так, получается, мы с вами только по квестам все делаем в основном, и все. И больше пока ничего не происходит в этом плане. Но, тем не менее, квест довольно интересный и есть. Особенно, когда мы с вами путешествовали в особняк Кличу, было здорово. Ну и сейчас, в принципе, тоже мы с вами вот расчистили еще один уровень шаг, да, и нашли виноград. Правда, я думаю, что он больше здесь не появится, ну, без квеста. Хотя, как знать, возможно, в дальнейшем нам с вами что-то откроется. В любом случае, мы с вами возвращаемся в нашу деревню с виноградом уже, и, видимо, сейчас мы научимся что-то делать новенькое. Также нам с вами нужно поговорить с Эсткарой, опять же, которая и выдала нам квест. Квест. Так, где ты есть, да? Ну, ты на месте стоишь, ты у нас камень собираешь, да? Ну, а камня у нас с вами много. Привет, мы принесли тебе вот, собственно, виноград. Так, квест закончен. Ты нашел виноград. Это замечательно. Теперь я могу сделать немножко вина для всех. И плюс 63 монетки мы с вами дали. Балдеж. Отлично. Так, и где-то, интересно, это будешь делать. Возможно, тебе нужно что-то построить для этого, или ты сама сделаешь. Ага, у нас с вами появился еще один квест. Видимо, опять ивентовые какие-то подземелья. Пещеры, собственно, образовались здесь, и нам сказано зачистить их. Ну, давайте отправимся. Я думаю, что мы с вами сейчас зачистим. Если сразу квест какой-то не появится, мы попробуем с вами в городе что-то построить еще. Я думаю, что, в принципе, ресурсов нам должно хватить. У нас есть там дерево, у нас есть и камень, у нас, в принципе, и денег 2000 накоплено уже. Так что, возможно, какое-то здание даже сможем построить. И какую-то, может быть, новую рыбачонку выдадим. Может быть, еще домик, чтобы к нам новые дворки пришли. Но посмотрим. Да, слушайте, вот он, смотрите, реально. Появилось, раньше здесь ничего не было, а теперь здесь пещеры, которые мы с вами должны будем защищать. Зачищать, точнее. Так, ну давайте зайдем. Опять здесь грибы, собственно. И, ого, там что-то прям внутри интересно, мне кажется, смотрите, вдалеке. Ну, давайте по порядочку будем с ними разбираться, конечно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, токсик, отстань, токсик, отстань. Не пуляйся у меня, пожалуйста, спасибо. Получи мерзкий гриб. Так, и теперь твоя очередь. Давай, подходи, подходи. Хорошо. Хорошо. Тихо-тихо-тихо, не-не-не, не пуляйся, не надо, спокойно. Какой же ты токсичный, дружище. Так, все, мы с ними разобрались и отправляемся дальше в углу пещеры. Ого, тут что-то интересненькое. Ну, во-первых, есть немножко руды, кстати говоря, да? Это хорошо. Так что мы ее соберем с вами. Ну, а больше, видимо, здесь ничего особо это и нет. Ну и хорошо, давайте разбираться с врагами. Так, опять очередной токсик. Ёлки-палки, сколько же у вас здесь. Так, а ну-ка, стопокойно, давай, подходи. На тебе. Все, минус гриб. Так, теперь твоя очередь. Ну, давай, давай, пуляйся. Пуляйся уже своим токсиком. О, там еще внутри что-то есть. О, молодец. А я тебе пока со спины зайду. Вот так вот получи. Ага, ну, я так понимаю, со спины... То есть, без разницы бьешь со спины, не со спины. Все получается одно здесь. Так, я, пожалуй, заберу здесь немножко руды. С вашего позволения. Спасибо. Плюс 11 штук. Еще можно будет слитков побольше сделать. Мне бы кожу где-то нафармить. Вот где спрашивается кожу взять? Вопрос, конечно, хороший. Вот там еще что-то есть. Смотрите, дальше нифига себе. Прикольно. Посмотрим. Держи. Какой-то, смотрите, это берсерк, походу, да? С двумя топорами, а есть вот с щитом и с топором с одним. Так, тихо, спокойно, ребят. Не надо меня бить, пожалуйста. Будем аккуратнее. Оп, получи. Давай, 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 давай. Вот он я, вот он я. Ой, не вижу ничего, ничего не вижу. Отойди, 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 давай. Так, руда, походу, здесь опять какая-то то ли медная, что ли. Все, зачистили мы с вами руины. Нормальненько. И получаем опять три гриба. Вот здесь уходки, понятно. Грибы обычные. И, собственно, корешки эти самые, корень. Что это такое-то? Копер, что ли? Опять. Ну, да, да, слушайте, опять у медяха. Ну, ладно. Тоже будет не лишним, я думаю, возможно, пригодится где-нибудь еще. Что у нас с вами здесь есть? Ой, так это еще не все. Тут еще прям внутри пещеры было. И тоже копер. Но, я думаю, сейчас бы, наверное, лучше железо уже собирать, чем копер. Но, тем не менее, раз уж мы с вами сюда зашли, почему бы не собрать ее тоже? Все. Выходим из пещеры, мы с вами молодцы, зачистили. И возвращаемся пока что в наше поселение. Но, как видите, квестов пока что нет, но я думаю, что они попозже чуть появятся у нас с вами. И мы тогда будем их уже делать. Попробуем построить что-то, наверное, сейчас все-таки, я думаю. А, нет, смотрите-ка. Найти руду, да? Железная руда. Ага, где-то на земле, говорит, найдено. То есть, все-таки здесь будет что-то такое появляться. Ну, видите, вот он по квестику. Но, опять же, только по квесту, потому что мы так с вами бегали, ничего не было. А тут вот оно взяло и появилось. Но, хотя бы так, уже тоже хорошо, потому что совсем, когда ничего нет, это такое, знаете, не очень. А, это все-таки одно месторождение было. Но спасибо на этом, что у нас там в итоге с вами есть в кармашке. 22 руды, в принципе, имеется. И 21 медяха. Окей, сейчас накрафтим. Мы, кстати говоря, с вами можем даже медяху использовать. Мы можем накрафтить разного оружия. Так, и у нас опять, собственно, квестик появился, да? Спросить о книгах. Вот, но что я хотел сделать сейчас? Я хотел сейчас накрафтить медяхи и отнести гоблин на продажу. Таким образом, мы с вами еще золото получим. Так, смотрите, например. Мы с вами из... А, мы сейчас вряд ли что-то с вами сделаем. У нас же нет нифига кожи, да? Блин, где кожу взять? Вот вопрос, конечно, сейчас возникает такой. Взять бы кожу. Ну, ладно, давайте накрафтим в любом случае сейчас. Из того, что есть, хотя бы слитки сделаем. Так, и железные тоже сделаем. То, что мы собирали с вами. Все. Отлично. Так, интересно, а что же будет про книги? Вот в чем вопрос. У меня нужно поговорить с Брайаном. Да, Брайан это наш кузнец. Давайте поговорим. Так, Брайан, привет. Он говорит, я действительно люблю читать. Но мне пришлось оставить все книги, когда я покидал свой старый дом. Мне кажется, я видел несколько книг. Около руин. Не мог бы ты принести их мне? Да вообще, конечно, мог бы принести. Блин, а я может быть... Я думал, сейчас я какую-нибудь построю библиотеку там, знаете, или что-нибудь типа того. Ну, хорошо, давайте сбегаем до руин. Окей. Раз Брайан просит, то почему мы должны ему отказывать? Правильно? Правильно. Мы, конечно же, не откажем. Мы ему поможем, само собой. Да и мне интересно посмотреть, что-то такое будет в руинах. Какие-нибудь, может быть, гоблины или скелеты, может быть, или, может быть, зомби... Зомбари какие-нибудь опять, или еще что-нибудь типа того. Ну, и в конце концов, книги-то, мне кажется, может быть, какие-то знания добавят нам. Может быть, еще что-то, как знать. Посмотрим. В этих руинах мы с вами уже бывали. Помните, когда появлялся в нашем городе призрак? Там опять что-то светится, кстати говоря, и не в одном месте. Но, мне кажется, это книги просто. Вот. И как раз-таки здесь квест мы с вами и выполняли. Тут появлялись зомби, которых мы с вами убивали. Так, что у нас с вами здесь? Здесь я вижу просто книги, да, видимо? Ну, да. Просто книги. Раз, книга. А мне нужно все собрать прямо? Два книга. Я видел еще там книгу. И вроде бы... Опа! В нашем городе, говорят, нехватка еды. И еще книга. Так, ну я вроде бы все книги собрал. Побежали отдавать тогда. Но, кстати говоря, нет. По-моему, с едой все стало опять нормально у нас. Окей, хорошо. Так, ладненько. Давайте-ка мы так сделаем. Мы сейчас с вами даем Брайану книгу. Держи, книги тебе. Отлично. Плюс опыт, плюс денежки. И левел ап у нас с вами. Замечательно. Он очень рад своим книжкам. Давайте посмотрим, что мы с вами можем прокачать нам. Ну, опять же, да, либо, я думаю, защиту, либо, может быть, откат. Уменьшим наших вот этих вот самых умений замечательных. Либо блок щитом, который будет, собственно, отдавать с каким-то шансом урон обратно противнику. Тоже, мне кажется, неплохая вещица. Ну, давайте щит прокачаем немножко. Оп, все, отлично. Замечательно. Мы с вами нашли некий данжен около нашего поселения. Нам нужно его уничтожить. Но давайте все-таки, я думаю, посмотрим, что мы можем построить. Да, давайте. Значит, дома у нас, получается, в Вуденхаус. Да, у нас есть все материалы. Есть золото, в принципе, немножко. Каменный дом можем построить. Stone Champions Home. Какой-то огромный дом. Прямо еда. Вот меня что интересует. Что по поводу еды? Мы можем с вами сделать ферму, кстати говоря. Вот это прям вообще супер. Я думаю, что ферма нам с вами пригодится. Так. Еда. Хлопок. Ага. Два дома должно быть. У нас с вами есть два дома. Так, Хантер. Хантер, собственно, домик охотника. Сырое мясо и кожу. Вот, где мы с вами будем кожу что-то добывать. Ага, у нас иметь как раз таки... Да, давайте будем строить. Значит, так, построим ферму, во-первых. И нам хватит... Правда, сейчас дерева хватит только на что-то одно. Да, ну давайте с фермы начнем. Ох, нифига, она здоровенная. Ферму можно, в принципе, напротив прям поставить склады. Либо можно где-то в другом месте сделать. Ну что ж, а вот и наше первое поле построено. Построил здесь за домомого, собственно. Здесь такая вот есть дорожка тоже примыкающая. И довольно большое, на самом деле, поле. Но нам нужен фермер, конечно, который будет здесь работать. Само собой. Что можем сделать? Можем уже кого-то имеющегося, да, у нас, допустим, снять с добычи, например, камни. Или с добычи дерева. Дерево, в принципе, что и сами сможем добыть. Довольно быстро это делается. Либо мы с вами строим еще один домик тогда. И, скажем так, призываем к нам на помощь еще парочку ребят. И кого-нибудь из них делаем фермером. Вот, я думаю, так с вами и поступим. Так, и дороги пока мы с вами строить не можем, потому что нам нужен каменщик. Каменщика у нас в деревне пока что с вами нету. Так, что еще можно сделать? Давайте смотреть, значит. У нас с вами есть много денег, но у нас с вами сейчас очень мало дерева получается, да? Мы можем, в принципе, отправить на добычу дерева еще одного человечка нашего. Мы, наверное, так и сделаем с вами сейчас. Так, давайте отсюда выйдем. И зайдем вот сюда. Фарма так? Что, 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 что? А, нет, нам нужно поговорить пока, видимо, все нормально, да? Все нормально, хорошо. Так вот, сейчас идем в менеджер давайте. И что мы с вами сделаем? У нас есть один, точнее два рабочих. И один из них у нас добывает камень. Вот, ты теперь добываешь не камень, скажем так. Ты добываешь у нас тоже дерево. Все, у нас камня есть, потому что дерева немножко не хватает. Вот дерева надо бы побольше сейчас насобирать. Да, я думаю, я помогу им тоже сейчас немножко пособираем. И скрафтим еще один дом хотя бы. Вот, и тогда будет больше рабочих, соответственно, будет кому заняться нашей фермой. Так, немножко надобывали мы с вами древесины. Давайте попробуем поставить. Значит, что меня интересует? Меня интересует обычный дом. Деревянный. Да, все у нас с вами есть. Замечательно. А еще есть какой-то каменный дом. Он дороже, но может быть туда будет больше людей поселяться. Давайте посмотрим. А, нет, также каменчик нужен у нас, каменчика нет. Но пока обычный поставим. Как раз напротив фермы сделаем. Так, скрафтить. И давайте домик вот сюда. Куда-нибудь, пожалуйста, один мне поставьте. Так, и два, собственно, новоприбывших товарища у нас с вами сейчас будет. Собственно, товарищ любит выпить, но зато он, я думаю, собирает ресурсы, как неплохо. Давайте возьмем его и возьмем, наверное, тебя. Так. Грязнуля. Ненавидит быть в шахтах. Нам в шахтах и не нужно, чтобы ты была. Собственно, ты просто будешь в огороде ковыряться. Давай. Плюс два. Дворф у нас в нашем поселении. Замечательно. Так, давайте строите, собственно, домик еще один. И одного мы отправим на фермы ковыряться. Вот. И, соответственно, будем получать какой-то урожай с этого. Так, так, так. Правильно. Давай строй. Начинаем. Урожай. И мы с вами еще давайте посмотрим. Значит, дома, еда, да, еще? Что у нас по поводу еды еще есть? Так, у нас тут кухня есть, кстати говоря. Но меня интересует охотничий домик все-таки. Но пока не хватает камня и дерева. Нужно будет побольше подобывать. Чуть-чуть не хватает, да? Но ладно, это мы с вами исправим. Итак, что получается у нас с вами четыре рабочих, да? И два из них добывают дерево, два из них добывают камень. То, что нам с вами нужно. И один шахтер пока что. Ну и один, соответственно, кузнец у нас. Окей. Окей. Так, но. Но сейчас один из вас пойдет. Что делать? Правильно. Пойдет на ферму работать, естественно. Я даже хочу глянуть, как это будет выглядеть. Так, ну давайте попробуем заменить. Значит, кто у нас пойдет на ферму работать? Пойдет у нас новенькая. Вот ты. Пойдешь у нас работать на ферму. Так. Фермер. Ты. Назначено. Отлично. Давай. Ух ты ж ее. Сразу мне что поедет здесь? Морковку выращивают. Ну, правильно делают. Между прочим, самый полезный овощ. Так. Прикольно. Прикольно. Только как-то я думал, что она будет вся засеяна. Тут получается, можно прямо еще дофига грядок сделать. Но они делают только вот так вот. Ну окей. Так тоже сойдет. Почему бы нет? Плюс овощи. Видимо, какие-то все-таки ресурсы у нас с ними будут появляться с этого. Окей. Да. О, у меня даже виллы в руках появились. Балдеж. Что ж, довольно неплохо. Что нам стоит дом построить? Да. Так, хорошо. Давайте. Вроде ресурсы есть. Хочу, хочу хантинг хат построить. Во. Так. Отлично. У нас у меня таким образом будет мясо еще и кожа. Это вообще то, что нужно. Четыре хантер хатс. Ага. Понял. Ну, мы начинаем с одной. Естественно. Давайте поставим здесь рядом со складом. Как раз таки ближе к лесу, я думаю, будет, да? Вот. Все. Довольно большое, я так понимаю, сооружение здесь. Плюс опыт, кстати говоря. Собственно, нам получается опыт дают за каждую построечку. Это хорошо. И, товарищи рабочие, кто-нибудь, пожалуйста, займитесь этим делом. А то мы без вас не справимся. Вот давай, Винсент. Занимайся, пожалуйста. Побежал, смотри. Уже в руках молот у него есть. Ну, для того, чтобы, видимо, построить. Мне даже интересно, как она будет выглядеть. Не-не, проходи, проходи. Не задерживайся здесь. Пока что здесь даже основания никакого нет. Так, ну, давай, ладно, строй. Как у нас с вами дела на ферме? Давайте посмотрим, что же происходит там. Что там творится вообще? Ага. Ну, пока, видимо, ждет, когда вырастут. А потом, видимо, будет собирать. Я так думаю. Но... О! А вот, кстати говоря, охотничий домик. Забавно. Нам, на самом деле, я думаю, можно побольше еще построить домов. Да, опять же. И побольше грядок сделать. Ну, хотя бы, не знаю, может быть, еще одну. С другой стороны, у нас с вами сейчас будет один охотничек. Так, и рабочие ребята у нас с вами тоже там останутся двое. Один будет добывать камень по-прежнему, другой дерево. Окей. Опа. Так, а где пол? Камины есть, а пола нет. Даже два камина есть. Так, кажется, готово, да? Только что-то здесь ничего не поменялось. Дайте-ка я выйду. Во! Ох ты ж, нифига себе. Смотрите, прям кожа растянута. Жесть. Так, а теперь за... Во! Во! Другой разговор. Трава кое-где пробирается сквозь пол, но тем не менее. Тут, смотрите, луки, арбалеты, ничего себе. О! Голова чья-то гоблинская какая-то. Или оркская, кто это такой. Ну, в общем, хорошо. Я думаю, что нам с вами нужно нанять одного охотника, так понимаю, да? Давайте это сделаем. Так, охотник. Кто у нас будет охотником? Фермер есть. Два человечка добывают, да? Угу, угу. Ну, точно не ты, ты у нас животных любишь, поэтому ты не захочешь на них охотиться. А вот, в принципе, тебе можно будет. Ты у нас собираешь долго. Угу. Ну, короче говоря, эскара у нас будет, видимо, охотником пока что. Давай, иди занимайся тогда. Все, по-прежнему один человек добывает дерево, другой добывает у нас камень. Третий у нас фермерит, четвертый у нас добывает руду, получается. Все, отлично, распределили, хорошо. И, по идее, сейчас у нас потихонечку будут появляться как раз-таки кожа до мяса, что, в общем-то, замечательно. Ну, и пока у нас с вами денежки не все кончились, еще у нас на нее есть, я немножко пособирал древесины, и думаю, что стоит построить еще, как минимум, одну грядочку и, может быть, один домик еще. Давайте посмотрим, на что у нас там денег хватит. Начнем, пожалуй, с дома, на самом деле, потому что на грядках должен кто-то работать, правильно? Правильно, вот. Вот, поэтому вуденхаус, давайте здесь рядом еще один поставим тоже. Вот здесь, пожалуйста. Вот, а здесь там будут грядки еще тоже одним. Так, кто у нас здесь есть? Ну, давайте возьмем, наверное, вот этих ребят. Двух тогда, получается. Это у нас еще один майнер, если что, кстати, потенциальный, довольно хороший. Любит ходиться в шахтах или под землей. Так, а ты у нас... Угу, гэзеринг... Ну, собирать ресурсы быстрее, как бы, из тебя можно будет, в принципе, фермеры сделать. Окей, плюс два меща у нас с вами, и у нас, наверное, сейчас не хватит на грядки. Сейчас проверим. Так, или хватит. Нет, не хватает немножко дерева, но сейчас мы с вами это все дело исправим. Пока пускай не строят. Еще один дом. Вот мы за это опыт получаем, кстати говоря, опять же, да. И у меня, по-моему, еще в кармашке было немножко дерева. Две штуки всего лишь, на самом деле, две единицы. Ну, я сейчас сложу, там еще ребята постараются, и я думаю, что общими усилиями мы с вами дерево-то и соберем. На следующей постройке 35. Так, грибасиков только 25 помещается. Кстати говоря, кожа стала 11 единиц уже, как видите. Так что не зря мы с вами поставили здесь охотничку, которая занимает, собственно, охотой и приносит нам необходимые ресурсы. Ну что ж, и плюс еще одна ферма. Кстати, а что там нужно будет для кухни? Ага. Ну, кухню мы с вами тоже можем, кстати говоря, построить. Использовать сырое мясо и овощи для того, чтобы делать еду. Но как раз сейчас построим еще одни грядки, там будет больше фермеров. Мясо у нас с вами потихонечку будет копиться, и потом можно будет кухню построить, чтобы они себе делали еду. Прям вообще замечательно. Так, давайте грядки еще одни ставим здесь также. Развернем в эту сторону. Вот сюда поставлю. Хорошо, и назначим кого-нибудь новенького как раз-таки на, собственно, сбор урожая. Только интересно, как долго он будет расти, потому что, я так понимаю, здесь-то пока она особо ничего так и не собирала. Просто стоит и ждет, когда же оно взойдет, все это дело, да, и будет пригодна для сбора, я так понимаю. Так, а мясо у нас с вами, вот оно, да, сырое мясо, 50 единиц у нас с вами есть, кстати говоря. Ага, инструменты у нас куча целая. Так, грибы, понятное дело. Пиво, кожа 14, одежда 10. Уголь 30. Хлопок 45. Ага, ну и остальные там всякая руда и прочие грибы и так далее и тому подобное, которое у нас пока что с вами нету ничего. Так, плюс еще одно поле. Давайте мы с вами сразу посмотрим, кого можно назначить на это дело, да. Так, фермеры, фермеры у нас будут кто? По-моему, ты, да, хардворкер у нас? Да, ты у нас будешь сегодня фермером, иди, пока занимайся этим делом. Все, опять морковка. Ну, правильно, правильно все делают, выращивайте. Так же прибежал, так же он стоит, ждет, видимо, когда это все дело можно будет собирать. Все, окей, хорошо. Кстати говоря, я могу себе позволить скрафтить новый меч железный, только нужно забрать кожу со склада, и так и сделаем. Почему бы нет, да, оружие станет сильнее, это прям вообще здорово. Будем, видимо, больше еще урона носить с вами. Так, дайте-ка мне всю кожу, которую вы здесь не собираете. 17 единиц, ну нормально, неплохо, слушайте. Так, это забираете, это пока забираете, тоже мне не надо. Это тоже заберите все. Так, плюс еще одна. Все, супер. Так, давайте скрафтим, поменяем хотя бы оружие. Почему бы и нет. Привет, дружище Брайан, давай нам скрафтим новый меч. Во, хочу, да, новый меч. Балдеж. Так, а теперь смотрим, значит, что у нас там было по... Во, во, во. Так, это, значит, мне нужно сюда, получается. И мне... А, слушайте, а почему-то не считается. А вот можем сделать, да, смотрите-ка, теперь поставку с этим мечом. А, и располагается в нашем доме, кстати говоря. Но дом, видимо, нам нужно построить еще. Давайте скрафтим. Так, вот оно есть. Ага. Медный меч на полочке, собственно, с вами будет. А мы заменяем его на вот такой прекрасный железный меч. Ух ты, нифига себе, какой прикольный. Ну, теперь мы с вами обязаны просто больше урона еще наносить нашим врагам. И это хорошо. Что ж, друзья, я думаю, на сегодня мы с вами наше приключение закончим. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. Ну, а увидимся мы с вами уже в следующий раз. Всем до скорого и пока-пока. Продолжение следует...